Лучистая энергия 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 приобретает величайшую важность для биологической физики. Во всяком случае, фотографирование токов лучистой энергии и при том при всевозможных состояниях здоровья, без сомнения, даст средство отличать друг от друга разные болезненные состояния и послужит тогда большим подспорьем для медицинского диагноза. Без сомнения, могут обнаружиться также и многие иные совершенно неожиданные факты. Свойства человеческого организма – испускать свет в виде полярной энергии. Приведем другую статью о том же предмете с иной точки зрения, дабы хотя несколько выяснить себе это весьма интересное явление. Известно, что еще с прошлого века, со времен Мессмера возник вопрос, выделяется ли из человеческого организма нематериальная сила, которая может воздействовать на окружающих лиц или нет. Другими словами, существует ли животный магнетизм или физиологическая полярная энергия, как отдельный род энергии. Или это действие, если результат шарлатанства, легковерия, веры и тому подобное, до внушения и самовнушения включительно. Известно также, что этот вопрос разделил всех мыслящих врачей, естествоиспытателей и философов на два враждующих лагеря. Одни признают реальность магнетизма, а другие даже внушение считают вздором. Кроме того, этот же разлад среди ученых послужил в середине этого столетия к возрождению мистицизма. Но на научных началах я говорю о медиумизме и спиритуализме, которые к концу XIX века стали твердой ногой и имеют адептов среди самых сильных мыслителей и естествоиспытателей нашего века. Несмотря на то, что идея без истечения нематериальной силы из человеческого организма, а именно специальной целебной силы из рук, было известно в самой глубокой древности и практиковалась в египетских храмах-госпиталях, как об этом свидетельствуют дошедшие до нас папирусы. А сведения об этом имеются уже у самых древних авторов, как Гомер, Илиада, Плиний, Сельс, Аполлоний, Тианский, Тацит. При этом указываются даже известные лица, обладавшие этой способностью исцелять больных посредством наложения рук, как то есть Симон Мак, Пир, Веспасиана, даже целый малоазиатский народ, подобный современным нам карликам Курумби, живущим в горах Нильгири в Индостане и так прекрасно описанных Блаватской. Затем на протяжении всех средних веков встречаются исторически достоверные лица, обладавшие этим чудным даром, как то разные французские короли от Франциска I до Карла X, разные епископы, монахи и многие другие. Тем не менее, современные материалисты и мысли не допускают о существовании такой силы. Это тем более странно, что в могущественном влиянии ручных пасов одного человека на другого, всякий может убедиться из ежедневного опыта. Всем известно инстинктивное поглаживание руками с целью ласкать и успокоить людей и животных. На этом основана балансировка лошадей при кошке, официально принятая в австрийской армии. Несомненно также, что даже физическая боль от ушибов или головная у детей и взрослых очень скоро проходит бесследно от поглаживания больного места. Возможно также, что львиная доля в полезном действии массажа должна принадлежать влиянию рук самого массера. И вот хотя Рейхенбах еще в середине этого столетия доказал на опыте, что при особых условиях, например, при долгом пребывании в темноте, некоторые лица, называемые сенситивами, видят, как с пальцев руку известных лиц, точно так же, как и с полярных концов магнита, истекает энергия, дающая свет, как это представлено на рисунках. Однако нисколько не могло подвинуть решение вопроса вперед. Замечательно, что самый факт истечения из некоторых лиц энергии в виде света известен с самой глубокой древности, и следы об этом имеются даже в Библии, в рассказе о сиянии лица у Моисея. Исход 24-29. У многих так называемых электрических женщин и световых медиумов отделение от них фотосфен представляется самым частым феноменом. Очень часто лица, введенная в магнетический транс, видит своего магнетизера, буквально плавающего в таком свете. Вокруг же головы его волнующаяся световая атмосфера, видимо ими, нередко достигает весьма значительных размеров, до 3-4 футов в вышину. Мы, со своей стороны, для демонстрации самого процесса истечения энергии из человеческого организма, придумали следующий опыт. Лист чистой белой бумаги покрывается каким-нибудь фосфоризирующим веществом, например, бальменовой краской. Такой лист после предварительной экспозиции на свет солнечный, электрический или отгорения магнезиальной ленты, издаётся на те характерный фосфорический свет. Если к такому светящемуся листу предложить какую-нибудь обнажённую часть тела, как-то руку, щеку, лоб, губы, нос или любой предмет, как ножик, ключ и тому подобное, и подержать неподвижно некоторое время, то на фоне листа остаётся потом весьма красивый отпечаток в виде более ярко светящегося рисунка. Очень напоминающего по форме энергографические рисунки. Этот рисунок, светящийся весьма ярко сначала, хотя яркость это различный для различных лиц, мало-помалу тускнеет и, наконец, совсем исчезает, и свет фона становится опять однообразным. Это явление по-нашему должно объяснить следующим образом. Фосфоризирующие вещества потому и светят, что способны впитать в себя энергию, имеющую волны известного ритма, которую затем и возвращают в виде света. Физиологическая энергия, как нам известно, способна фосфоризировать, то есть волны как раз имеют тот ритм, а потому понятно, она должна поглощаться тем веществом, которым мы покрыли лист. Но в таком случае, в тех местах, где физиологическая энергия впиталась, общая сумма фосфоризирующей энергии увеличится, а потому эти места засветят ярче, и это продолжится до тех пор, пока не израсходуется избыток энергии. Можно даже микроскопически шаг за шагом проследить самый процесс поглощения истекающей из человека энергии и засвечивания от этого фосфоризирующей массы. Для этого следует лишь положить на лист руку плашмя и растопырить пальцы, тогда видно, как свет постепенно начинает как бы выползать из-под пальцев и мало-помалу вырастает в длинные светящиеся тени, сохраняющие контуры этих самых пальцев. Правда, в этом опыте трудно устранить возражение, что более яркое свечение массы в известных местах может быть и результатом оживления фосфоресценции под влиянием теплоты, выделяемой телом, так как известно, что фосфоресценция от нагревания усиливается. С этой точки зрения, бесспорно, опыт не может быть назван безукоризненным, особенно когда еще самое существование физиологической энергии считается спорным, и это требуется лишь доказать. Но если обратить внимание на интенсивность и характер фосфоресценции отпечатков в различных местах рисунка, то уже сразу нетрудно заметить существование закона полярности сагит гальной, медианной, вторичной, третичной и даже сексуальной, если на листы одновременно положить друг против друга руки лиц разных полов, так как такая полярность вряд ли может быть объяснима разницей в температурах кожи на столь близких смежных участках, то помимо разных других соображений можно будет допустить, что этот феномен обязан своим происхождением полярной энергии. Во всяком случае, этот опыт по своей чрезвычайной простоте, легкости, воспроизведению и демонстративности уже с одной своей феноменальной стороны заслуживает внимания экспериментаторов. Но для вязчивого подтверждения фактического существования трактуемой нами физиологической полярной энергии нам удалось на основании некоторых других чисто теоретических соображений построить два чрезвычайно простых аппарата, с помощью которых можно демонстрировать эту энергию в самый момент истечения и выделения ее из человеческого организма. Само собой разумеется, что при конструировании этих аппаратов все наше старание было обращено на то, чтобы при разборе и толковании производимых с ними опытов нельзя было допускать и мысли о возможности влияния каких бы то ни было других физических агентов, кроме нашей энергии, стекающей из собственных организмов экспериментаторов. Вот краткое описание аппаратов и некоторых производимых над ними опытов. Энергофор состоит из простой металлической проволоки, на конце которой посредством пробок насаживаются стеклянные пробирки, наполненные чистой водой. Если два-два человека возьмут в руки по одному такому концу, мы назовем их динамо-дами, то спустя самое короткое время оба или один из экспериментаторов почувствуют особые ощущения, весьма различные для различных лиц. Как-то покалывание, онемение, подергивание, ощущение переливания чего-то или прохождение тока и так далее. Эти ощущения обыкновенно эрадируют и от места прикосновения руки к динамоду распространяются на кисть, локоть, плечо и так далее, достигая иногда самых отдаленных пунктов организма. Если эти ощущения испытывают оба участника опыта, то обычно у одного из них они гораздо живее выражены, нежели у другого. Эти ощущения и происходят от взаимного обмена физиологической полярной энергии, присущей организм каждого из экспериментаторов. Испытуемые ощущения тем интенсивнее, чем больше разница в количествах присущих им энергий. Когда разница достигает весьма значительных напряжений, то лицо, обладающее большим потенциалом, может служить магнетизатором по отношению к тому, у кого этот потенциал меньше. Последний тогда будет сенситивом, и при достаточном продолжении опыта он может даже впасть в разные степени транса. Для устроения возможности влияния внушения необходимо строго соблюдать правила, ни перед, ни во время эксперимента ничего не сообщать испытываемым лицам о характере ожидаемых явлений, но всеценно предоставить описание ощущений собственно их инициативе. Если опыт идет вяло, то следует у одного из испытуемых переместить динамот из одной руки в другую. Но все описанные ощущения далеко не всегда и не у всех так рельефны. Для этого требуется, чтобы разность напряжения энергии была значительна, то есть необходима наличность хорошего магнетизера или сенситива. Да при всем том, эти ощущения носят скорее характер субъективности и если не наступает транса или резкого неприятного отталкивания одного субъекта от другого, то весь опыт для постороннего наблюдателя совершенно неубедителен. Ввиду этого мы и занялись модификацией этого аппарата с целью добиться таких эффектов, которые могли бы быть демонстрированы целой аудитории. Этого результата мы и достигли в нашем фотофенофоре, состоящем из соединения нескольких энергофоров в один сложный посредством собрания по одному динамоду от каждого из них в один общий кабель. Если свободная динамода раздать в руки отдельным лицам, а общий кабель оставить лежать на столе или еще лучше поставить ее вертикально свободным концом вверх к зениту, тогда физиологическая энергия, выделяющаяся из лиц, держащих динамоды, по проводам, скопляется в кабеле, где через 15-20 минут от начала сеанса накопляется столько энергии, что она вполне способна дать фотосфены, ясно светящиеся в темноте. Появляющийся свет имеет все характерные особенности настоящей фосфоресценции. Малая продолжительность и незначительная интенсивность. Он сам светит, но плохо освещает, отчего его легко проглядеть, особенно если в момент появления света смотреть в другую сторону. Ощущение от него холодное, дующее. Этот свет нередко озаряет всю колбочку, в которой находятся кабели, иногда еще на расстоянии одного и более футов, реет над ней в виде волнующегося белесоватого или молочного света облачка. Это снопы энергии, выделяющиеся из колбу в окружающееся пространство. Бывает, что и проволоки провод начинают фосфоресцировать в виде светящихся нитей или по ним от времени до времени проскакивает змеевидная искра. Такие же искры, сопровождаясь треском, щелканем или шипением, очень часто выделяются из самой колбочки. Они иногда принимают вид катящегося шарика или плавающей звездочки, которая, медленно испаряясь с периферии, постепенно тают и, наконец, совершенно исчезают. Из условий благоприятствующих удач и опытов нужно отметить следующее. Помещение должно быть прохладное и в нем должна быть устроена абсолютная темнота, как при всех физических опытах над фосфоресценцией. Участвующие должны быть люди здоровые, цветущего возраста от 20 до 50 лет, от различных полов и, если возможно, слегка нервного темперамента. Люди старые и слабые могут быть только наблюдателями, но не должны держать динамодов, дабы не отвлекать к себе энергии. К ожидаемым явлениям должно отнестись спокойно и терпеливо, и во все время опыта должно стараться поддержать общее хорошее настроение. С этой целью можно рекомендовать вести негромкие беседы, декламации или общие хоровые пения. Должно избегать споров и громких разговоров. Сеанс длится 20-30 минут, и потом необходимо устроить перерыв для отдыха. Это особенно необходимо, если опыт был безуспешен. При неудачных опытах иногда полезно произвести некоторые перемещения в порядке сидящих. Лучше сидеть полукругом с лицами, обращенными на север или восток, но следует избегать южного и западного направления. Самое появление фотосфен или истечение физиологической энергии происходит не непрерывно, а текут волнами с временными приостановками, когда фосфоресценция вовсе прекращается. Очевидно вследствие истощения энергии, которая потом опять возбуждается, что производит новый прилив фотосфен. Поэтому не должно слишком злоупотреблять экспериментами, так как частые сеансы нередко доводят участников до полного утомления. Последний может неблагоприятно отозваться на здоровье лиц, особенно нервно-темпераментно. Смотри у доктора Погорельского электрофотосфены и энергография. Страница 89. Нервный флюид. Приводим еще статью о том же предмете одного французского ученого Роша, которая освещает вопрос с новых точек зрения. Не так давно в Париже появилась весьма интересная и поучительная книга. Авторы ее опытным путем доказывают связь между процессом гипноза и невидимой оболочкой человеческой души. Указывая на выделение из тел человека, животных, магнитов, цветов, особых световых лучей, Роша утверждает, что лучи эти ясно видимы для чувствительных субъектов, приводимых в гипнотическое состояние, производя впечатление голубых, когда исходят с северного полюса магнитов и правой стороны человеческого тела, и алых, в происхождении с южного полюса магнитов и левой части человеческого тела. Свет лучей, выделяемый зрачками, глаз наиболее ярок, и истечение его продолжается у человека даже несколько часов после смерти. Роша последовательно объясняет процесс истечения из тел этой чувствительности или нервной энергии, флюид, которые, по его весьма основательному мнению, изображают эти лучи. До сих пор, однако, в своих опытах ему не удалось установить закономерную причину света лучей. Происхождение этих флюидов могло бы быть объяснено колебательным движением частиц, непрерывно выделяющихся из человеческого тела. Еще в 17 веке было установлено, что из 8 фунтов пищи, принимаемой в общей сложности с человеком в сутки, он теряет до 5 фунтов в испарениях. Зимой здоровый организм мужчины теряет 24 часа более 50 унций испарений, а в одну ночь во время спокойного сна теряется до 40 унций. Тревожный сон уменьшает эту потерю испарений на 5 унций. Человек, приведенный в состоянии экстериоризации своей чувствительности, окружается тремя контурами в общих изгибах своих, соответствующими человеческому телу. Из глаз, ушей, зуб и ноздрей выделяются более заметные конусы световых лучей. Расстояние между световыми контурами составляет 6-7 сантиметров, а первый из них отделен от тела субъекта расстоянием вдвое меньшим, 3-4 сантиметра. Здесь возникает 3 насущных вопроса. Чем вызывается такая экстериоризация? Отчего чувствительность оказывается специализованную? Отчего флюид этот располагается прерывчатыми слоями? Роша допускает, что пассы играют роль электрического тока, ориентируя частицы тела так, что эксцесс жизненного флюида, вместо того, чтобы изойти из конечности, исходит равномерно из всех периферий кожи. Отвечая на второй вопрос, можно было бы по аналогии указать, что всякая струна дает вибрацию лишь под влиянием основных нот и гармоничности того порядка, для которого она настроена. Нервный флюид субъекта, охваченный чужим флюидом, настраивается соответственно вибрациям этого флюида. И только после того, как частицы из статистического состояния приведены в динамическое, флюид субъекта всецело проникается колебанием магнетизирующего и передает только их. Слои флюида, несомненно, соответствуют двум важнейшим ритмическим движениям человеческого тела сердцебиению и дыханию, причем по времени первое в три раза короче второго, остерегаясь делать какие бы то ни было окончательные заключения, Роша приводит в связь расстояние световых контуров с различными скоростями дыхания здорового и больного субъекта. Многие сверхъестественные явления имеют весьма интересную историческую связь с поверьями, которые веками существовали у народов старого и нового света. В Китае, в Гуан-Си и Гуан-Дуне существуют до сих пор следующие обычаи. Если вор, убегая из оборонного им дома на земле, запечатлеет свет своих ног, то пострадавшие зовут опытного Бонзу, который забивает в место, на котором оставлен след бамбуковый кол, и, сосредоточившись, внушает беглецу неотразимое желание вернуться к месту преступления. Некто Леон Гюрен рассказывает, что в бытность его в 1864-1867 годах в Китае ему доводилось слышать, что с благословения Бонз туземцы нередко прибегали с помощью восковых фигурок к умерщвлению недоброжелателей на расстоянии путем внушения. О таких колдовствах упоминаются в глубокой древности. Мы находим их в культе индусов, египтян, о чем уже говорят Платон, Авидий, Гораций, Тартулиан и другие классические писатели. Всю эту быль можно проследить в жизни средних и новых веков Европы. Они свидетельствуют арабские историки 14 века, и во всем этом есть возможность установить известную закономерность. Несомненно. Первое. Воля колдующего как исходная сила и физический акт, материальный след, оставленный тем субъектом, на которого направлена деятельность колдующего. Роша отнесся весьма серьезно к преданиям старины. Он произвел ряд интереснейших опытов с восковыми изображениями, подносил их к гипнотизированному субъекту, и все уколы, производимые на восковой фигуре, отзывались на гипнотизированном. Опыт эти первоначально удавались лишь на расстоянии 5-6 метров, но впоследствии были с полным успехом повторяемые на большем расстоянии. Вопросы, затрагиваемые этими новыми приемами исследований и вековых явлений, обещают относительно скорый и быстрый ответ, во всяком случае, это благодарная почва для соприкосновения с тем таинственным Востоком, где незыблемо живет и растет великая наука самозозерцания. Взято из Ребус 1896 год номер 15. Электрография господина Наркевич Йотко. Ввиду общего интереса ученого мира к лучам рентгена, кстати, будем вспоминать об аналогичных с этим открытием опытах польского ученого Якова Наркевича Йотко. Об опытах его по части электричества очень много сообщалось в заграничной прессе. Особенное внимание обратил французский ученый мир на открытие Наркевича Йотко в области влияния на человеческий организм атмосферного электричества и животного магнетизма. После тщательной проверки его метода исследования нервных болезней признал этот способ блестящим содействием и открытием в диагностике и электротерапии нервных болезней, избрав господина Наркевича Йотко своим почетным членом и сотрудником. Институт практического изучения магнетизма избрал его тоже своим почетным сотрудником. Наркевич Йотко проездом из своего имения в Минской губернии через Варшаву в Ниццу устроил сеанс в области электричества и изобретенной им электрографии. С ее помощью изобретатель достиг возможности без участия объектива и солнечного света обнаруживать с помощью светочувствительных фотографических пластинок свойственную человеческому организму силу радиации световых лучей и спусканий и взаимодействия влияния организмов. Электрографические снимки господина Наркевича так сказать наглядно иллюстрируют невидимо действующую силу токов в окружающей нас сфере воздуха внутри нашего организма. Дают видимый рисунок закона притяжения и отталкивания симпатии и антипатии ассимиляции невидимых но обнаруженных электрографией флюидов. На фотографии сделанные без объектива мы видим например отпечаток рук мужчины и женщины коих лучей спускания в виде световых волн или вполне взаимно поглощается или же наоборот как будто бы отталкивается и втягивает в себя обратно миллионы звездочек магнетических радиаций нужно видеть эти работы чтобы иметь понятие об удивительных тайнах природы электрографии Наркевича Йотко наглядно показывает происходящее в нас и вне нас тайны обмена жизненных сил энергии нашей нервопсихической деятельности наших впечатлений восприимчивости и прочее эти снимки приподнимают занавес таинственного мира гипнотизма дают возможность сконстатировать некоторые патологические изменения в функциях нервной системы все это является ключом к дальнейшим исследованиям чудес природы Наркевич показывал нам письмо французского астронома Фламариона который между прочим пишет ему ваша теория об электричестве особенно нас интересует вы видите природу в ее таинственных проявлениях присылайте нам ваши исследования это блистательное разъяснение в пользу науки одические излучения из человеческого организма с незапамятных времен как в Индии так равно и Египте этих двух важнейших культурных центров древнего мира а затем уже евреям и другим позднейшим народам было известно что из человеческого тела выделяется особая светящая в темноте субстанция нося различные названия у разных народов она тем не менее всеми признавалась за видимое проявление мировой души которая в их представлении более или менее сближалась со светом пламенем подчас даже с ним отождествлялась каббалисты говорили например что душа делится на искры впрочем в настоящее время в народе существует мнение что так называемые блуждающие огни представляют собой души людей погибших неестественной смертью не останавливаясь на древнейшем периоде истории открытия радиации человеческого тела позволим себе сказать несколько слов лишь об относительно недавнем времени с которого строго говоря только и началось научное изучение интересующих нас явлений первой кому по справедливости принадлежит честь включения явлений священия человеческого тела в темноте в сферу научного изучения был известный ученый химик барон Рейхенбах в его многофисленных сочинениях мы находим весьма тщательную и серьезную разработку этого вопроса и если тогдашний ученый мир встретил открытие Рейхенбаха с недоверием и предубеждением бывшим причиной слишком поспешного их отрицания то это только лишний раз подтвердило всем известную истину что самый консервативный элемент в мире это ученые но нужно отдать справедливость в последнее время наука достигшая путем горького опыта до надлежащей оценки мысли высказан еще Ньютоном что верить всему безумию изучать же все мудрость начала в лице лучших своих представителей делать шаги на пути изучения до ныне запретного одни одним из таких явлений включенных в область запретного для всякого серьезного ученого дорожащего этим эпитетом были явления радиации человеческого тела и других организмов составляющих главный предмет забытых работ барона Рейхенбаха вот к ним то и обратились многие современные ученые найдя даже возможен положить их в основу своих дальнейших исследований ввиду такого рода значения трудов австрийского ученого прежде чем говорить о достигнутых в настоящее время результатах мы позволим себе сделать несколько выдержек из его книги введите говорит он сенситиво в темноту возьмите с собой кошку птицу мотылька если вы можете его достать и несколько горшков с цветами пробыв несколько часов в темноте вы от него услышите странные вещи цветы выступят из темноты и сделаются заметными сначала они выделяются из черноты всеобщей тьмы в виде серого облака потом образуется более светлые точки наконец каждый цветок начнет отделяться и формы станут все более и более казаться отчетливыми тюрьмя тюрьмя тюрьмя